В Чебоксарах продолжается прием в первые классы, пока подано 5,5 тысяч заявлений из запланированных семи. Большинство родителей, а это 75%, предпочли записаться в школу через интернет. Новая система, которую внедрили в городе в этом году, сбоев не дала. Ее планируют использовать и в дальнейшем. В ряде школ наблюдается превышение количества поданных заявлений над запланированным количеством мест. В наибольшей степени это касается школ 59, 61 и гимназии номер 2 и гимназии номер 4. Для того, чтобы выйти из этой ситуации, в гимназии номер 4 планируется открытие двух дополнительных классов. В гимназии номер 2 провести доукомплектование до 60 человек и направить часть детей в гимназию номер 4. 59-я школа разместит свой филиал в школе номер 29, там будут открыты дополнительно три класса. Причина такой ситуации – количество детей в микрорайоне искусственно увеличилось. Например, удалось выявить, что временную прописку в домах, расположенных вблизи 59-й школы, получил 51 ребенок. А в гимназию номер 4, которая относится всего два дома, в школу должны пойти 85 детей. В одной квартире оказались прописаны четыре ребенка 2010 года рождения с разными фамилиями. Алексей Ладыков считает, что такое недопустимо. Мы видим, что родители привозят детей из других районов, прописывают их на территории этих школ. С полицией и с миграционной службой также нужно отрабатывать. Кто-то уже на этом начал бизнес выстраивать, как мы видим. Продают, похоже, прописку. А в итоге дети, которые из окна видят свою школу, не могут в нее пойти. Мы вынуждены им предлагать другие места. Заранее, в следующем году, нужно будет прорабатывать эти вопросы. В прошлые годы одной из проблем для столичных властей была начальная школа номер один. В течение нескольких лет здесь творился настоящий ажиотаж вокруг поступления в первый класс. Сейчас с открытием школы на улице Гладкова вопросы должны быть сняты. В корпусе по улице Ярославской сформируют три первых класса. Еще семь будут учиться в новом здании. Кроме того, в пяти школах города, где большая плотность населения, учительские, мастерские и библиотеки планируют переоборудовать под кабинеты для первоклашек. Надежда Андреева, Игорь Ульянов, Вести Чебоксары.